Только за последний год на постах весового контроля было остановлено больше 12,5 тысяч машин с перегрузом. По словам Ткачева, этот вопрос сегодня имеет принципиальное значение. Почти половина всех внешнеторговых грузов России проходит через Кубанские и морские порты. А с началом строительства Керченского моста интенсивность движения большегрузов вырастет в разы. Мы ни в коем случае не против движения грузового транспорта по дорогам края. Напротив, мы обеими руками за привлечение в регион инвесторов и с транспортно-логистической отрасли. Но давайте будем друг другом честными. Если идет перегруз, то, как и во всех развитых странах, за это нужно заплатить. Именно эти деньги, в конце концов, дают нам возможность ремонтировать дороги. Однако здесь еще одна проблема, и она уже непосредственно относится к нашей с вами работе. О каком, скажите, эффективном весовом контроле в крае может идти речь, когда большинство стационарных постов можно легко объехать? Сегодня каждая копейка на счету, а тут миллионы рублей утекают сквозь пальцы. Я поручаю Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выработать четкий механизм контроля за перегрузами. Оцените логистику, изучите опыт других регионов, если нужно. Но уже через две недели конкретные предложения должны лежать у меня на столе. Уже с завтрашнего дня на Кубани стартует месячник по контролю за транспортными перевозками. В круглосуточном режиме возобновлена работа шести стационарных постов весового контроля. Еще столько же передвижных пунктов взвешивания установят на объездных путях. К слову, сегодня за лишние тонны водителю придется заплатить 2500 рублей. Также за это нарушение предусматривается лишение прав на полгода. А вот организации, которая отправила машину с перегрузом, грозит штраф до 500 тысяч рублей.